Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Найди мягкие подушки. Располагайся поудобней. Расслабься. И слушай, и слушай. Мы сегодня читаем сказку Александра Тюма. Волшебный весток. Верный своему слову, пастух схватил косого за уши и протянул его принцессе. Довольная принцесса посадила того в притороченную к седлу корзину и поскакала во дворец. Как только она скрылась в глаз, пастух достал звездок и тунул. Услышав команду, заяц приподнял крышку, выскочил из корзины и помчался во всю прыть обратно в поле. Прошло немного времени, и к пастуху подъехал на зле какой-то крестьянин. Это, дорогие дети, был сам король. Он тоже переоделся в чужое платье и покинул дворец с теми же намерениями, что его хитрая дочь. Через спину осла был перекинут мешок. «Продай мне, заяца, парень!» — попросил крестьянин. «Зайцы не продаются!» — ответил пастух. «Их зарабатывают!» «Как?» — с тайной надеждой спросил король. Пастух подумал, подумал и заявил поцелуй своего осла три раза под хвостом. Столь унизительное условие возмутило старого короля, которому вовсе не хотелось целовать ижака, и он предложил парню пятьдесят тысяч франков за косого. Но пастух твердо стоял на своем. Саяц королю нужен был позарез, и он сдался. Он трижды поцеловал осла, весьма удивившегося такому знаку внимания со стороны его величества, и получил от верного слову пастуха желанного саяца. Король сунул заяца в мешок и погнул из шага ко дворцу. Но не успел он отъехать из четвертлье, как раздался свист, и заяц разотрал мешок, выскучил из него, и был таков. «Ну и что?» — спросила принцесса, когда король вернулся в замок. «Надо признать парня страшно упрямо», — проговорил король. «Не захотел продавать саяца ни за какие деньги. Но будьте покойны. На остальных задачах он сломает себе шею». Монарк, конечно, не стал рассказать принцессы об унижениях, ценой которого получил было саяца, «А та тоже предпочла кое-что от отца утаить». «И я», — сказала она, — «не смогла заполучить саяца ни за серебро, ни за золото». Вечером, пригнав саяца во дворец, пастух пересчитал их присутствие короля, убедившись, что их, увы, было ровно сто. Его величество приказал министру внутренних дел вытворить косых на конюшню. «С первым заданием ты справился, пастух», — сказал он. «Попробуй также успешно решить вторую задачу. Послушай внимательно». Юноша обратился вслух. Король продолжал. «В моем амбаре насыпано сто мер гороха и сто мер чечевицы. Коль это и в полной темноте за одну ночь отделишь одно от другого, то вторая задача будет считаться решенной». «Я готов», — отвечал пастух. Монарх послал министра внутренних дел и велел проводить парня там-бара. Ответя юношу, министр запер за ним дверь, а ключ отдал королю. Была уже ночь, и времени терять было нельзя. Пастух достал свисток и тунул. На свист явились пять тысяч муравьев. Они немедленно приступили к сортировке зерна и к утру все разобрали. Увидев кучу гороха и отдельно гору чечевицы, король немало удивился. Хотел было придраться, но казалось, не к чему. И так отцу с дочерью оставалось надеяться только на то, что с последним испытанием пастух не справится. Старый король весьма на это рассчитывал, ведь задание было наисложнейшим, поэтому он и был далек от отчаяния. Теперь обратился он к юноше. Ты должен пойти в пекарню и за одну ночь съесть здесь хлеб, выпеченный за неделю. Если к утру не останется ни крошки, я буду доволен, а ты женишься на моей дочери. В тот же вечер воздух был доставлен в пекарню, которая была так набита свежей с печеным хлебом, что в ней почти не оставалось пустого места, разве что у самого входа. В полночь, когда жизнь во дворе замерла, пастух достал костяной свисток и свистнул. На зов прибежало десять тысяч мышей. Они принялись поедать хлеб с таким усердием, что к утру не осталось даже и крошки. Пастух стал барабанить в двери и кричать, «Эй, скорее открывайте, я умираю с голоду!» Как видите, дорогие дети, третье задание было выполнено с таким же успехом, что и два предыдущих. Тем не менее, король решил продолжить испытание, он приказал принести мешок емкостью в шесть мер пшеницы, а затем, забрав притворных, заявил, «Ну, отбери, парень!» «Наговори столько небылиц, сколько может вместить этот мешок, а когда он будет полон под завязку, получишь мою дочь!» Пастух рассказал все слышанное имени пылицы, но в мешке, как вы понимаете, по-прежнему оставалось много места. На городской колокольне прозвонили полдень. «Ну что ж, — решился юноша, — когда я пас с зайцем, ко мне пришла принцесса, переодетая крестьянкой. Чтобы я дал ей одного зайца, она разрешила мне поцеловать себя». Дочь короля не осмелилась приказать пастуху замолчать, но покраснела, как свекла, а король подумал, что рассказ пастуха похож на правду, но все же сказал, «Хотя ты бросил в мешок очень большую ложь, парень, он далеко не полон. Испытание продолжается». Пастух похлонился и сказал, «Вскоре, после того, как принцесса удалилась, я увидел короля. Он также переоделся поселянином и даже приехал верхом на осле. Его величество тоже захотел купить одного зайца, когда я понял, что он готов заполучить его любой ценой. Представьте себе, господа, я заставил его королевское величество. «Довольно! Хватит!» — закричал король. «Мешок пола!» Через неделю, дорогие дети, состоялась свадьба пастуха с королевской дочерью. Вот и закончился наш сегодняшний вечер. До свидания, мой друг. До следующей встречи у камина.